К нашему эфиру присоединяется Павел Халисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, основатель Восточной правозащитной группы. Приветствуем вас в эфире Freedom. Доброе утро. Да, доброе утро. Фильтрации по отношению к украинцам на временно оккупированных территориях применяются явно уже даже не первый год, но вместе с тем, как ситуация на фронте и положение российских войск на фронте влияют на усиление этих фильтраций, что главным образом оказывает, ну вот, является какой-то причиной усиления таких фильтраций, и на самом деле происходит усиление, или это просто такой долго тянущийся процесс? Ну, смотрите, вот то, что та новость, которая породила разговоры о фильтрации вот сейчас, то есть, как бы, она происходит из источников на временно оккупированной территории Украины, из Российской Федерации, то есть, как бы, я считаю, что она не соответствует действительности, потому что на сегодняшний день на временно оккупированной территории как была, так и остается сильнейшая система фильтраций, начиная с полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину с 2022 года. Система лагерей фильтрации, она была создана еще в 2022 году, и в этом году правительство Российской Федерации выделило около 2 миллиардов рублей на ее содержание на 2025 год. То, что создаются новые системы, новые лагеря в этой системе фильтрации, да, это действительно так, это правда, Но система фильтрации, она подразделяется на несколько стадий, на несколько этапов. Первый этап, это фильтрация в Шереметьево для украинцев, которые хотят вернуться, ну, приехать на временно оккупированную территорию и въезжают в Россию со стороны третьих стран, а сейчас на оккупированную территорию можно им попасть только через аэропорт Шереметьево. Там большой фильтрационный центр, и там 80% приезжающих депортируют и запрощают въезд. Следующий этап фильтрации, это на границе Российской Федерации, временно оккупированной территории Украины. Там ведет фильтрацию в Федеральное службу безопасности пограничных войск. Ну, то есть, фактически, это пограничники ФСБ, они осуществляют фильтрацию. Третий уровень фильтрации, это внутри оккупированной территории, на внутренних блокпостах. Там это осуществляет военная полиция Министерства обороны Российской Федерации, то есть, оккупантов внутренней фильтрации. Также есть отдельная фильтрация местных жителей, которые проживают в населенных пунктах. Это занимается Росгвардия. Как правило, это сейчас СОБР и ОМОН. Это два новых подразделения, которые осуществляют фильтрацию. ОМОН – это отряд мобильный особого назначения. СОБР – это специальный отряд быстрого реагирования. Вот эти структуры занимаются фильтрацией внутри населенных пунктов. То есть, что это такое? Это фактически проверка местных жителей, которые поддерживают Украину или могут поддерживать Украину, или просто смотрят проукраинский контент в интернете. Вот их поддают таким репрессиям. Главная цель фильтрации – это практически уничтожить поддержку Украины среди местного населения. А вот где-то с 2023-2024 года эта фильтрация изменила свои цели. Она теперь имеет цель – это фактически уничтожение местного населения. Ну, только не физически, скажем, а вот юридическими путями, фактическими путями. То есть, это депортация людей, это запрет им въезда на оккупированную территорию и так далее. Фактически, фильтрационные действия сейчас занимаются тем, что расчищают на оккупированных территориях места, для того, чтобы приехали граждане Российской Федерации и заняли места жителей Украины, которым был запрещен въезд, которые были депортированы и так далее. Отсюда идут и все остальные беды на оккупированной территории. Это аресты местных жителей, это конфискация квартир, имущества и так далее. С гражданами Украины, которых вывозят с территории временно оккупированной России на территорию, собственно, Российской Федерации. Какова их дальнейшая судьба? Там, видите, тут есть два варианта. Они либо их могут просто, ну, скажем так, ну, если, к примеру, человек едет из Грузии, хочет попасть на территорию Украины, то, естественно, его отправят туда же, в Грузию, откуда он ехал. Если человек проживал на временно оккупированной территории Украины, и они его депортируют, то они его для начала поместят в миграционную тюрьму, и он там может пробыть от года до двух. А потом они его могут отвезти куда-нибудь или в фильтрационный пункт, и там он будет ждать своей депортации. Либо же его просто, ну, могут... Ну, были случаи в 2022-2023 году, когда человека отвозили в серую зону линии разграничения. Это может быть также приграничная территория Российской Федерации с другим государством. То есть, фактически, это, ну, как бы, процесс трудно предсказать. Там есть несколько вариантов действий, но все они незаконны со стороны вот международного права в военном конфликте. То есть, Россия, оккупанты не могут, согласно международному праву, так поступать. Но, тем не менее, они так поступают, для них международного права не существует, к сожалению. Павел, а вот как вы заговорили о международном праве, насколько сложно доказательства вот данного преступления документировать, собирать, чтобы это стало, ну, да, еще одним, так сказать, доказательством военных преступлений россиян в международном суде? Ну, вы знаете, не сложно, потому что мы об этом заявили еще, наверное, в ноябре прошлого года, если брать депортации вот такие массовые, ну, если берем конкретно, например, Шереметьево. А в январе я даже выступал перед политическими советниками посольств международных партнеров Украины и дал им всю подробную информацию. То есть, у международных партнеров эта информация вся есть. Просто, вы знаете, тут вопрос не, как собрать доказательства, чтобы предоставить их очень быстро, а тут вопрос, как более оперативным путем заставить действовать вот эту бюрократическую систему международного права, чтобы она оперативнее реагировала на вот такие вот массовые нарушения прав человека со стороны оккупантов. Тут вот в этом, скорее всего, стоит вопрос. Потому что доказательства собраны, и спецслужбы Украины активно работают, и правозащитные организации активно работают. Я уверен, что у международных партнеров есть вся необходимая доказательная база по вот этим вот новым преступлениям. Что касается детей, подростков, в целом несовершеннолетних, которые приближаются к призывному возрасту, возможно, в России, Насколько ужесточаются меры по отношению выезда, каких-то возможностей или там учета вот такой молодежи? Там уже с 15 лет особый режим на блокпостах, он уже есть. Вот, и сейчас вот то, что мы видим, набирает оборотов. Опять они начали процесс, то он притормозился немножко, это опять начался процесс лишения родительских прав. То есть забирают деток у родителей там. Да, и это касается вот, скажем так, где-то стартует от 13 лет. То есть тот граничный возраст, когда они принудительно выдают паспорт к гражданину Российской Федерации молодому человеку, это с 14 лет. Вот где-то с 13 они начинают процесс лишения родительских прав, и фактически они забирают детей. А с 15 лет уже ужесточена проверка того, чтобы этот подросток не выезжал с временно оккупированной территории Украины. Ну и как вы знаете, да, что с 1 сентября 2024 года будет фактически действовать курс молодого бойца во всех школах временно оккупированной территории. И это будет как обязательный предмет, обязательный курс прохождения для всех школьников. Это и управление беспилотниками, это и стрельба, это отработка тактических и стратегических приемов ведения боя. То есть это уже, они вот то, что раньше учили в армии, да, вот в курс молодого бойца, они это спустили на уровень 10-11 класса. То есть это фактически они уже сейчас готовят эту молодежь к военной агрессии против других стран, относятся к этим детям как к человеческому ресурсу. Поэтому и, соответственно, отсюда и ужесточение контроля выезда этих детей. То есть они не хотят, чтобы этот ресурс, для них это ресурс, для них это биологический ресурс. Вот они не хотят, чтобы этот ресурс, чтобы эти подростки просто выехали с оккупированных территорий, тогда они не могут их использовать. Павел, спасибо, что присоединились к нашему эфиру за ваши комментарии. Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, основатель Восточной правозащитной группы, был с нами на связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.